Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре Владислав Мусейко, заместитель военного комиссара Одесской области с темой «Как проходит мобилизация в Одесской области?» Добрый день, дорогие товарищи, заступник Одесского областного вестового комиссара, начальник видео по работе за собовым складом Таграммайский сет, предполковник Мусейко Владислав Олегович. Сегодня мы собрались, чтобы информировать о том, как проходит мобилизация, участковая мобилизация на территории Одесской области. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что все заходы участковой мобилизации в Одесской области на данный момент проходят согласно плану. Военно обязанные призываются на военную службу и отправляются в учебные части для прохождения до подготовки согласно вызначенных нам планах. То есть пока в Одесской области мобилизация идет согласно планам. Каким образом? Давайте начнем так. Если есть какие-то вопросы, начнем. Я так вижу по вашим глазам, что у всех много вопросов накопилось. Давайте с них начнем. Вначале. Вы сказали, что мой взгляд идет по плану. Это хорошо, поскольку у них это более конкретно. Сколько людей уже мобилизовано? Сколько людей мобилизовано до окончания, если не ошибаюсь, до 20 мая? В каком принципу она проводится? То есть кого мобилизуют в первую очередь? Те, кто служил или какие-то особые специальности? Вот для начала. Давайте так. Какие специальности? Ну мы неоднократно об этом говорили, что в первых рядах мы стараемся работать по призыву, работать с людьми, которые уже проходили воинскую службу, то есть профессионалы своего дела. Это первое. Второе. Это люди, которые сами приходят к нам в военкоматы, это добровольцы. Дальше. Люди, которые подходят по военно-учетным специальностям для того, чтобы их отправить в воинские части, по тем военно-учетным специальностям, которые даны нам по плану. Можете их назвать? Ну, понимаете, военно-учетных специальностей по плану я могу назвать много, но, скажем так, это в связи с тем, что сейчас будет широкая замена, в связи с тем, что люди уже служат практически многие скоро год, и военно-учетные специальности, это широкий круг. То есть от пехотинца, стрелка, артиллериста, связиста и так далее. То есть широкий круг специальностей нам нужно подать в учебные части для дальнейшей замены их в воинских частях, которые выполняют задачи как в зоне антитеррористической операции, так и вне зоны. Также хотелось бы еще раз подчеркнуть, были такие вопросы просто, что не все люди, которые получат повестки, или получают повестки, не все люди будут призваны к мобилизации. То есть есть ряд факторов, которые могут повлиять на призыв. Начиная от того, что мы не можем на одну посаду отправить трех человек, заканчивая, ну то есть мы одного человека отобрали, все, нам больше люди по такого и учетной специальности не нужны. Мы их уже дальше не отправляем. Но когда люди приходят, мы понимаем, что они есть, что они понимают, что необходимо выполнять свой конституционный долг, что они на месте. То есть в случае, если необходимо что-то будет еще, мы можем на них надеяться. Таких людей много. Слава Богу, у нас люди понимают, что надо свою страну защищать и что закон и конституцию нужно выполнять. Но все-таки, сколько у нас по плану, если не ошибаюсь, четыре с чем-то тысячи человек мы должны будем до четырех тысяч, скажем так. Давайте говорить так. Сейчас любые цифры, сказанные в эфире, могут быть использованы не совсем правильно людьми, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране и в частности в нашем регионе. Хорошо. Я понял. Есть у меня вопрос. Будут ли выполнены планы мобилизации? Пока мы его выполняем. На данный момент выполняем, да. Хорошо. Скажите, сталкивались ли вы с отказом подписывать повестки? Просить. Много ли вы планировали сейчас? Случаи во время оповещения военнообязанных случаются разные. Бывают люди просто не открывая двери, бывают люди, получив повестку, не приходят. Но дело в том, что в криминальном кодексе Украины есть статьи, в которых вызначено, что эти люди будут отвечать за свои поступки. Просто-напросто. На данный момент, допустим, около 600 человек не явилось по повесткам. И на сегодня уже около 300 таких дел сформировано и передано в правоохранительные органы для открытия криминальных проважений. таких дел сформировано. Благодарю. Спасибо. Это только по этой мобилизации, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, какой уровень подготовки мобилизованных и какой средний возраст? Спасибо. Ну, уровень подготовки различный. Потому что некоторые люди служили в армии довольно-таки давно, 5-10 лет назад. Есть люди, которые недавно служили в армии. То есть кому-то надо восстанавливать свои навыки больше, кто-то восстанавливает свои навыки быстрее. Средний возраст, ну, от 25 до 35 лет, где-то 37 лет. Вот так вот. То есть, вы же понимаете, что мобилизации подлежат люди-специалисты определенных специальностей. И эти специалисты, они разного возраста. Каждый в свое время заканчивал какие-то училища, каждый в свое время служил в армии. Поэтому, ну, четко я вам по цифрам не расскажу. Сколько там 25-летних, сколько 20-летних и так далее. Назовите 5 наиболее востребованных специальностей. Если вы, как бы, не можете открыть все, то хотя бы пока. Ну, я жду востребованных специальностей. Такого нет, как бы, востребованных специальностей. Для нас присылают план, допустим, на танкистов-артиллеристов для нашей области. Например. Это я не говорю, что так. В другой области могут прислать больше на стрелков. То есть, в генеральном штабе определяют, сколько людей, каких специальностей необходимо призвать. И определяют, из какой области, какие специальности должны быть призваны, в каком количестве. То есть, они знают наш моборесурс, который мы им подали. И определяют для нас эти планы. Скажите, пожалуйста, через какое время, ну, мобилизованные могут отправиться на передовую? То есть, сколько они проведут времени в учебках? В учебках они проводят времени от 26 до 45 суток, смотря кто. Опять-таки, это специальности. Офицер это, он на курсах переобучается. Или это солдат, стрелок, который восстанавливает свои навыки в учебном подразделении. То есть, где-то в этот период они обучаются, а потом направляются в воинские части. То есть, в воинских частях там тоже проходит боевое ослаживание. После того, как военнослужащие отучились в учебках, они приходят в воинские части и проходят боевое ослаживание уже внутри части, чтобы они могли действовать в составе своих подразделений. Скажите, пожалуйста, вот появлялась информация неоднократно в СМИ, потом она опровергалась о том, что нужно будет документы из военкомата для мужчин, ну, возраста призывного, чтобы выехать из области и из-за границы. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Какие документы? Если да, нужны какие-то документы, чтобы выехать из области из-за границы? Я могу сказать, что в законе Украины про мобилизацию, мобилизационную подготовку сказано, что военные обязаны в предчас проведении мобилизации, имеют право изменитые места проживания с дозволу войскового комиссара. И если военно обязанные находились там на учете в СБУ, допустим, или еще в других воинских формированиях, то с дозволу этих воинских формирований. То есть какие документы нужны, чтобы выехать из области? Никакие. Если вы выезжаете в командировку, вам не нужно ничего менять. Вот у меня были такие вопросы, звонили на телефон тоже, спрашивали, что нужно для того, чтобы человеку выехать в командировку. Ничего не нужно. Ему нужно командировочный и поехать съездить в командировку. А за границу? За границу пока никаких изменений нет. Если он выезжает на какое-то определенное время по своим делам или по командировочным делам, пока что изменений не было. Господинка, издание, репортер. Два вопроса. Первый вопрос по поводу моряков. То есть тоже много в клюинговых компаниях было информации по поводу того, что моряки обязаны пройти военкомат. Это их обязывают сами компании или это есть обязательства от военкомата? Я не знаю, что делают у себя клюинговые компании. С вашей стороны. Если людям, которые являются моряками и должны уходить куда-то в рейс, пришла повестка, он, естественно, должен прийти в военкомат по повестке в сроки, указанные в данном документе. Если нет, он не получал повесток и в компанию не обращались в военные комиссариаты с указанием его фамилии, допустим. Просто люди работают в обычном режиме. Спасибо. И второй вопрос у меня по поводу проблем с мобилизацией в Бессараве и в русских местах. Скажите, пожалуйста, налажена ли эта работа в этих местностях, проведена, может, разъяснительная какая-то работа с людьми по поводу призов? Ну, вы понимаете, в этих случаях есть? Да, я понял ваш вопрос. Действительно, были случаи, когда местные жители некоторых сел мешали, скажем так, проведению оповещения военнообязанных. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, уже не раз это было сказано, и Олег Владимирович Убухов в прошлый раз выступал и говорил о том, что в статье 114 со значком 1 Криминального кодекса Украины вызначено, что особо, какие там заважают ДИМ, ВИСКОВОСЛУЖБОВСЕВ, ПЕДРОЗДИЛЕВ, могут нести ответственность. Там ответственность идет от 5 до 8 лет, и если в случае тяжких наследков или, по-моему, от 8 до 15, по-моему. Ну, это я так говорю, чтобы люди знали, что нельзя, крышка джата, ДИМ, ВИСКОВОХ КОМИСАРИАТЕВ, так, как вон, является складовой Сбройных Сил Украины. Таким вот образом. Дальше. Разъяснительная работа, конечно, проводится. Конечно, проводится и, исходя из сложившейся обстановки, были проведены координационные нарады с руководителями районов, проводил голова областной координационные нарады. Координационные нарады были проведены в районах. Туда, на эти координационные нарады, залучались сельские головы. Наши представители военкоматов поезжали в село, проводили разъяснительную работу. Ну, конечно, в любой ситуации бывают люди, которые довольны и недовольны происходящим. И в любой ситуации бывают люди, которым нужно или стабилизировать, или дестабилизировать обстановку. Я считаю, что проводится информационная, скажем так, война для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Вот и все. Чтобы мы не смогли защитить свою родину. Не смогли выполнить свой план. Несмотря на то, что проходило в южных районах, несмотря на это, там очень много людей, которые понимают, что нужно выполнять свой конституционный ток. И приходят и уходят служить власть. А можно еще раз уточнение по цифрах, которые вы назвали? Еще раз, вы сказали, что 600 человек, которые получили повестки, фактически не появились по ним. И 300 из них, по 300 из них порядочные справы в правоохране органов, так? Да, около 600. Вы понимаете, что каждый день цифра может меняться. То есть она не постоянно. Один раз не пришло 600 человек, и все. А следующее вопрос. Вы можете сказать по районам Одесской области, которые лучше справятся, которые лучше справятся с мобилизацией, с выполнением планов? Ну, давайте так. Еще есть такая статистика? У меня такой статистики нет. То есть я себе не брал, не отбирал конкретные цифры по районам, какие лучше справляются, какие не справляются лучше. Ну, всех вопросов не могу предусмотреть. В принципе, у нас район работает на уровне, который обеспечивает выполнение задач. И последнее. Если не помиляются, то, кажется, мобилизация происходит не только по солдатам, грубо говоря, или по людях, но и по технике, так? Есть такая. А вот тут есть какие-то воздания, насколько этот план выполняется, насколько предприятия активно отгукуются и эта техника постачается? Под предприятия, да, предприятия вполне адекватно реагируют на то, что необходимо поставлять вооруженные силы, технику. По технике план мы тоже выполнили. И даже бывали такие случаи, когда воинским частям необходима была конкретная техника. Может быть, одной машиной они были недовольны, другой. Мы разговаривали с керевниками предприемств, и они делали все для того, чтобы воинские части забрали себе машину, которая их удовлетворяет. То есть с этим проблем нет. Спасибо этим и рюкникам Петриенс, которые откликнулись на то, что необходимо обеспечивать вооруженные силы и другие формирования. Первый городской, Екатерина Лапинская, скажите, пожалуйста, как призываются пенсионеры военные запасом, и будут ли, ну как, то есть есть же разница военные пенсионеры, просто пенсионеры, в каком возрасте, как вообще идет их призыв и добровольно ли, потому что есть информация, что они по своему желанию могут призываться. Нет, ну смотрите, у нас призыву подлежат люди по мобилизации до 60 лет. Да, вот они стоят на воинском учете и получая повестку, они приходят в военкомат, и опять-таки в военкомате уже определяется, могут они проходить службу или не могут они проходить службу. Может быть что-то поменялось, может быть здоровье что-то поменялось и так далее. То есть на общих основаниях пенсионеры и бывшие военнослужащие пенсионеры, единственное, что хочу сказать, приняли закон, в котором говорится о том, что военные пенсионеры, которые получали пенсию, она за ними сохраняется. Если они попадают на какую-либо должность, на которой денежное обеспечение было меньше того, что было у них раньше, то есть на размер пенсии может повлиять. Должность на уменьшение не влияет, то есть если он попадает на меньшую должность с меньшим окладом, он, демобилизуясь, будет получать такую же пенсию. Если он попадает на посаду, которая оплачивается выше, и при том он проходит службу в течение какого-то времени, то есть у него срок службы приплюсовывается для того, чтобы потом он мог получать большие пенсии. То есть если он на большую посаду попадает с большим окладом, еще плюс несколько месяцев или год, в зависимости от того, сколько он будет служить, прослужил, пенсия у него увеличится. Если на меньшую посаду, то никак не повлияет на пенсию, которую он получал. То есть она у него не уменьшится. Можно по технике уточнить еще? Вы сказали просто, что техника, может быть, какого рода техника необходима приходит от предприятий, виды техники? Основная техника это большегрузная, скажем, например, КамАЗы или Уралы, ну, например, то есть колесная техника большой проходимый и грузоподъемность. Это основное. Добрый день. Можно ждать? Валерий Садорос, какому сказать тебе, Владислав Александрович, у нас три вопроса. Первый, начали ли получать уже те деньги, о которых говорили президентом? 100 грн в день? Да, да, да. До начала организации говорили о том, что те, кто будет подправляться не только в зону АТО, но и под Приднестровье, и под Крым. Куда на самом деле подправляют? И третий вопрос. Чем ребята, которые выходят с учебки, чем они обеспечены? Начнем с первого вопроса. Есть постанова Кабмина, сейчас я вам скажу, от какого числа они зовут? 24-е, от 31 сичня 15-го року. Про Росмир в иногородове с полуслужбовцем особом ледового и начальницкого склада за беспосреднюю участь в военных конфликтах, чьи анти-террористичные операции и низших заходах в уголах особого периода. То есть там расписано, что за один боевой день после получения боевого приказа военнослужащие получают тысячу гривен, за подбитый танк 48 тысяч гривен и так далее. То есть эти надбавки уже утверждены постановой Кабминета Министров. Второй вопрос у нас был по... Куда именно отправляются? После воинских учебок, ну учебных воинских частей, распределение идет в зависимости от плана уже воинских частей. То есть мы их отправляем в воинские части. Там есть свой план распределения подготовленных военнослужащих. То есть они могут попасть как в зону проведения анти-террористической операции, так и на территорию Украины, где не проводится анти-террористическая операция. То есть там, где есть мобилизированные люди, их обязательно должны поменять. Ну то есть те, которые уже прослужили год. То есть за 10 дней до окончания срока службы, то есть до года, они должны быть уволены из ряду в служебных сил. Чем они обеспечены? Чем они обеспечены? Я вам хочу сказать сразу. Они по приходу в воинские части учебные сразу обеспечиваются полностью всем. И формой, и провиантом, то есть их кормят, они ходят, приезжают, сразу переодеваются в форму, соответственно вооружение, снаряжение, то есть полное обеспечение их происходит. Значит, сейчас нет такого, чтобы в часть отправили военнослужащих, когда там нет запаса, вернее военнообязанных, когда там нет запаса материально-технических средств. То есть есть запас материально-технических средств, допустим, на тысячу человек. Бригаде надо принять за какое-то время тысячу человек. Вот туда сразу начинают отправлять. Есть 500, начинают отправлять 500 и поставляют дальше. И поставляют дальше материально-технические средства. Без обеспечения никто никуда не идет. А вот эти вот надбавки, которые приняты и утверждены, их еще не начали получать? Почему? Инструкция разрабатывается еще. Ну, инструкция – это про порядок выбора. А военнослужащие, которые служат, то есть это уже засчитывается как бы в службе. С того времени, как вступит в силу эта инструкция, они должны получить все свои деньги. Елена Ковынгран. Не могли бы мы еще раз перечислить список? Кому-то предоставляется отстрочка по мобилизации, делая акцент на семья, в которых есть инвалид? Давайте я вам зачитаю, чтобы ничего не забыть, чтобы не быть голословным. Так. Количество срочек там немножечко сократилось, поэтому зачитаю. Так. И срочка от призывового на строково-вискового службы для продолжения профессиональной деятельности надается таким гражданам призывного века. Педагогичным працівникам с полной высшей освитой основным местом работы, який есть – загальноосвитные навчальные заклады за умову повного навантажения на займы не посадят. На весь период их работы за специальности в сельские местности. Медичным працівникам за умову повного навантажения на займы не посадят на весь период их работы за фахом у сельскій місцевости. Священнослужителям, які закінчили вищі обосоренні духовно-навчальні заклади і займають посаду в религійних організаціях, що діють за статутом положенням, зареєстрованным в установленному порядку на час виконання обов'язків священнослужителів. Сельским, селищным та міським головам на строк виконання ними цих повноважень. Особи, які мають науковий ступень кандидата доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей в галузі науки, з якою прислужена науковий ступень. На весь період їх роботи за цією спеціальностю. Резервістам на весь період служби у висковому резерву і особам начальницького рядового складу органів внутрішніх справ України на весь період їх служби. Так, і далі, звільняється від призову. Так, у висчезазначеній звільняється ті особи, які... Давайте так... Вы говорили про... Уточните, пожалуйста, що касається семей, де є інваліди... Многодетніші. Многодетніші. Какі документи вони должны предоставити, щоб... Це не по... Я понял. Т.е. у нас по многодетним семьям. Семьи, в которых троє і більше дітей. Трое і більше дітей до 18 років, до совершеннолеття. Дальше. Семьи, в которых є інваліди, 1-2 групи, які... Которі потребують постійного догляду. Т.е. якщо чоловік... Обязательно потребують постійного догляду через МСЭКи, медичні комісії наші, вони получають документи, приходять в інтомати, прийняють такі документи і освобождається на время догляду за батьками, чи дружиною, чи дітиною, освобождається від від призіву. Таким образом. Т.е. все делається через медицинські експертні комісії, які предоставляють їм определенні документи, на основі яких їх освобождає від призіву. Ще таке допомога. Я б сказав, що цей список пократився. А які пункти ісчезли? Зараз я вам скажу, які пункти ісчезли. Що у нас убрали? Выключено право на відстрічку з наступних список. Випускникам, вищев начальних закладів інтернатури, аспирантури або докторнатури, які займають посаду наукових працівників в установах Национального академії наук на весь період работы. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутую професію на підприємствах в установах Організації державної або коммунальної форм власності на один рік з дня закінчення навчального закладу. Кандидатам і народні депутати за її второму встановленому порядку за їх заяву до дня публікування результатів виборів включно. Особам, які самостійно або разом з батьками введуть фермерські господарства на строк не більше одного року з моменту отримання цієї діяльності земельної ділянки. Особам, які мають науковий ступінь кандидата доктора наук хто працює на посадах за спеціальностю відповідно до групи спеціальності галузей науки з якою прислужено науковий ступінь на весь період їх робот. Вот ці пункти убрали. Це ж було? Нет, це німножко другое. Я вам щас зачитав пункти, які убрали. А здесь у нас було... Здесь... Особам, які... Оставили пункт. Особам, які мають науковий ступінь кандидата доктора наук. Ну, немножечко я, конечно... Ошибся. Оставили. Оставили. Я німножко ошибся. Просто перенабрался. Скажите, було... Информацию. Понятие, як бронепредприятия в производстві. Можуть не призвати такі люди. Можна роз'яснити, що це за... Роботники, які предприятия, які спеціальності можуть решити? Ну... Во-первых, це... Роботники, які... Роботники, які... Роботники, які... Роботники, які спеціальності... Роботники, які спеціальності... Роботники, які... Роботники, які... Роботники, які… Роботники на производствах. І... В случаїх, якщо вони с производства уйдуть, Оно може відновитися. То є... Производства, які обеспечиваються жизнедеятіність державні. Це... Установа державні і... Производство различних державні. Если там есть перечень, я не могу назвать, потому что там тоже книга целая. Основное вот это мы назвали. Можно такой еще вопрос? Насколько тоже хотелось противоречивая информация, что в первых волнах мобилизации военные комиссариаты предпочитали не заморачиваться с городскими жителями, а больше как бы выметали из сел, из маленьких городков. Можно по этой волне? Сколько было призвано из, допустим, Одессы, а сколько из области? Я вам не скажу, сколько было призвано из области, потому что я вам сразу не сказал, сколько было призвано вообще. Потому что любая информация имеет степень доступа. Но, опять-таки скажу, почему такое отношение или такое мнение сложилось. Когда село 3000 человек и когда город более миллиона человек, то на фоне населения кажется, что план выполняется за счет сельских жителей. План дается на районы в соответствии с количеством жителей. То есть пропорционально. В основном все идет пропорционально. Это примерно действует так же, как по всей Украине. То есть на каждую область пропорционально мобилизационному ресурсу дали нагружку. Дали количество людей, которые должны быть призваны. И то, что кому-то так показалось, это не значит, что оно так есть. Общественная организация инвалидов, Доброе сердце. Вы все-таки не до конца раскрыли ситуацию с инвалидами. Было вами сказано, что освобождаются семьи, в которых есть инвалиды, которые требуют постоянного ухода. Инвалиды, которые требуют постоянного ухода, это в основном инвалиды-колясочники и инвалиды-онкобольные. Но если человек имеет инвалидность первой либо второй группы и не требует постоянного ухода, МСЭК такие документы не выдает, такого порядка не существует. Как состоит вопрос мобилизации таких групп? Мобилизация людей, которые, вы сейчас сказали, те, кто не требует постоянного ухода. Люди без руки, без ноги, например, они не требуют постоянного ухода. У них есть родственники, которые могут быть призваны. Значит, в принципе, его родственники могут быть призваны. Нет, а сам человек, сам инвалид без руки, которые не требуют постоянного ухода. Ну, завид, конечно. Инвалидов, вооруженные силы, мы не призываем. Вообще. Спасибо. Еще один вопрос. Спасибо. Вот в СМИ появлялась информация о первоочередном призыве госслужащих и безработных, состоящих на бирже труда. Госслужащих? Да, о первоочередном. Нет. Такого нет. Такого нет, да? Нет. Мы, я же говорю, призыв проходит согласно планированию, согласно, опять-таки, тех же специальностей, которые нам нужны. А человек, он может или работать, или не работать. Они должны поведомлять висковый комиссариат в семидерный термин. Но многие этот вопрос упускают, наши граждане. Если человек не работает, у него военная учетная специальность, которая в данный момент требуется, или он работает, это уже особой роли не играет. Он военнообязанный, у него есть военная учетная специальность, по которой необходимо призвать человека с такой военной учетной специальностью. Все, он принадлежит призыву. То есть, нам не важно, он безработный или он работающий. Нам важна степень его подготовленности и его военно-учетная специальность. Ну, и, соответственно, здоровье, конечно. Спасибо. Можно еще такой вопрос? Не знаю, как правильно ответить или нет. Много ли у нас получили повест и призвались людей таких специфических профессий, как судей, прокуроров, работников, налоговой службы, депутатов разных уровней? На данный момент я вам не скажу. Я же говорю, вопросы все предугадать невозможно, поэтому я не готов ответить. Сколько человек, судей и так далее, налоговиков призвал? Добрый день, Артем Трекан, националистское статистическое состояние. У меня два вопроса, скажем, уже немножко противно. Первое, есть все-таки у нас достаточно большой процент людей, которые не имеют воинскую учетную специальность, но имеется в виду, не закачивают ни военные кафедры и тому подобное. Каким образом ведется их учет и призыв? Вы немножко... Ну, просто я имею в виду вообще, как бы, не имеющие, не служившие в армии, не окончившие военную кафедру. Я вас понял, военно-учетная специальность у человека, военный облик, это не значит, что он должен обязательно пройти службу в армии или учиться в военно-учебных заведениях каких-то там, высших учебных, военно-учебных заведений. Он может быть связистом, который не служил, допустим. Он может быть там специалистом в области там ремонта двигателей, я не знаю. То есть, нет такого, что на воинский учет ставятся только люди, которые прошли службу в армии и прошли там офицерскую службу или учились в военно-учебных заведениях. В любом случае, у нас проходит приписка молодежи. Кто-то пошел служить в армии, кто-то не пошел служить в армии. И с 18 до 20, уже до 27 лет, раньше было до 25, сейчас до 27 лет, они являются призывного возраста, то есть, грубо говоря, призывниками. После этого люди передаются на воинский учет военно-обязанных. И, то есть, работать с такими людьми, конечно, ведется. То есть, проводятся приобретения? Да, да. Второе, есть категория, в принципе, ну, она значительная или незначительная. В принципе, она, это те, кто были признаны в свое время негодными или ограниченно годными. Категория есть, негодные, ограниченно годные. Но вопрос состоит в том, если эти люди хотят выйти, например, добровольцем. Да, я знаю, что были люди, которые шли, им отказывали на том основании, что они, скажем, либо не имеют, опять же, не имеют военного опыта, либо негодны по состоянию здоровья. То есть, есть желание, но нет готовности, скажем, принятия. И как-то этот вопрос, ну, например, будет решаться? Вооруженные силы, люди, которые по состоянию здоровья не проходят медицинскую комиссию, не призываются. То есть, мы не можем призвать больных людей. Понятно. Даже вне зависимости от их желания. Для этого и существует медицинская комиссия, чтобы определить, годен он в прохождении воинской службы или негоден. Понятно. И еще один такой момент. Весной прошлого года были сформированы территориальные батальоны. Фактически сейчас эти территориальные батальоны уже являются, скажем, ну, полноправными части вооруженных сил Украины. Будут ли, опять же, информироваться те же самые аналогичные территориальные батальоны в регионах страны? Есть ли такая информация? Ну, пока, пока нам распоряжений о формировании еще каких-то подразделений территориальных, ну, батальонов, вернее, территориальной обороны не приходило. Если будет необходимость, и высшим руководством будет определено, что необходимо создать такие батальоны, тогда будем работать над этим. Спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, а вот за время вот этой вот мобилизации выявлены случаи коррупции военкомата или нет? И какие ее основания? За время прошедшей, в 2014 году, за время мобилизации, которая началась в 2015 году, за областным военным комиссариатом не зарегистрировано. И за областным, и за районными военными комиссариатами не зарегистрировано случаев, которые подпадают под законом выправки и коррупции. Разрешите, пожалуйста, еще вопрос по поводу Белгороднестровского военкома. Нам говорили, что будет дана какая-то оценка его действия. Я имею в виду про тот приказ, которым он запретил выезд украинистов в территорию района. Была ли какая-то реакция или нет? Реакция была. Мы, человека, который призван к мобилизации, научили правильно писать документы, попередовали его про выкатание обовеска фисковой службы. Но вы понимаете, что не ошибается тот, кто ничего не делает. В принципе, он ничего противозаконного не написал, он, может быть, просто неправильно изложил. Ему надо было взять, изложить та, которая написана в законе. А в законе сказано, что военнообязанная, я вам уже говорил, не имеет права менять место жительства без разрешения военного комиссара. В принципе, он ничьи права не ущемил. Никто за это время никаким образом от того, что он издал тот приказ, не пострадал никому. Просто мы его поправили, научили, чтобы правильно работать. Поставлять документы. Это действительно беседа, да? Да. Мы с ним провели дополнительное обучение. Ну, человек, сами поймите, человек, который мобилизировался год назад, там, в связи с тем, что у военного комиссара штатного, который там был в состоянии здоровья, по состоянию здоровья он был признан уже негодным воинской службы, его уволили. И человек буквально накануне начала мобилизации встал на эту должность. Ну, бывает. Он исполняющий обязанности военного комиссара. Я думаю, что никому никакого вреда он не причинил этому приказу. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания.